Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. А сейчас я вам отвечу на один вопрос. Только хочу на секундочку показать вам вот этот вот вид, сентябрьский вид. У нас, конечно, еще очень тепло, по летнему тепло, 30 градусов, да, но днем, зато ночью уже прохладный. И посмотрите вот эта картина, когда грецкий орех, большие-большие листья, вот такими желтыми пятнами, как будто бы это мазки какого-то дивного художника, никакого там, знаем, какого, всемогущего, царя-царей. Посмотрите, какая красота. И я, наверное, вот сюда вот так вот поставлю, у меня здесь специально, чтобы мы могли наслаждаться этим видом и спокойно рассказывать, отвечать на вопрос по поводу, что мне задали. На личке написали такое письмо конкретное. Как вам удается, чтобы ваш муж не злился, чтобы у вас была вот такая вот хорошая семья идеальна. Я вам хочу сказать сразу по поводу этого письма. Не бывает идеальных семей. Бывает, как вы повернете ситуацию, смотря какую ситуацию, в то или иное русло направите. Как вы, как мудрая, или может быть не мудрая, но правильно чувствующая ту или иную ситуацию, вы сможете её обернуть себе на радость и на радость своей семьи. И не усугублять, может быть, каких-то шатких моментов. У меня есть за 20 лет, за 20 с лишним лет проживания с мужем. У меня уже есть кое-какие наработки, которые я, правила, правила, которые я чётко соблюдаю. Потому что, не соблюдая их, можно развалить семью. И очень быстро. Вы скажете, откуда вы знаете? Вы ведь вот вам попался, а вот у меня... Вы знаете, я не святая. Как я уже говорила, я была замужем. Это мой второй брак. А у мужа я третий брак. Но любви у нас не было с теми предыдущими спутниками. Было просто, что, ну, муж сильно у меня правильный. Раз, извините, поцеловался, значит, надо жениться и поставить печать в паспорте. Но он ни с кем не был обвенчан, кроме как со мной. Поэтому мы с ним, и я точно так же, до него не была обвенчана. Была официально замужем. Через три месяца после свадьбы подала на развод. У меня не приняли и сказали, что через полгода только можно после свадьбы, после официальной церемонии. Ну, по закону через полгода. Но я уже через три месяца не жила со своим супругом. Вы скажете, что он был плохой, или что нет, он прекрасный парень, он замечательный парень. Старше меня был на два года, из хорошей семьи. Всё было замечательно, но одно но я его не любила. Вот и всё. Нравится не значит, что любить. И поэтому мой совет для моей семьи и для моих деток – нельзя жениться просто, если нравится, просто, если удобно, просто, если вместе хорошо общаться. Нельзя. Должна быть любовь, должно быть, скажем так, сначала Божье благословение. Чтобы было Божье благословение, оно внутри так ёкнет, так ёкнет, что уже никуда, никуда, никуда. Вы скажете, наверное, через три месяца встретила мужа и развелась, потому что этого встретила. Нет, я честная. Вот я честная. Через три месяца просто опротивила мне эта свадебная жизнь. Я просто сказала, я больше не могу. Не было у меня никого. Поэтому просто я разошлась. Я два года, два года после этого ни с кем не встречалась. Пока не встретила своего мужа, пока в другом городе, в другой стране, пока у меня не подкосило в коленках. Вот когда, я вам говорю, когда Святой Дух внутри заговорит, что вот это твоё, вы это почувствуете. Ну вот как бы так. И вот это я считаю, что, а там как будет, идеальных отношений ни у кого не бывает. Так что не думайте. Но есть варианты. И вы пишите, что на вас муж постоянно злится, крики хамства. Значит, смотрите, если покорить мужчину, умной и симпатичной женщине, не так сложно, то удержать его бывает труднее, особенно если его постоянно раздражают ваши поступки. Так же само и мужчинам. Но поскольку в нашем царстве, бывшем СССР, скажем так, мужчин меньше, чем женщин, то я скажу, чего не следует делать женщинам. Во-первых, первое. Ну вот если вы любите человека, вы не будете трогать его личные вещи. Я сама не люблю, когда трогают мои личные вещи. Это документы, инструменты, я не знаю, ну что там ещё есть. То есть, если он у вас рыболов, да, значит, рыболовные снасти. Не копаться в его телефонах. Ни в коем случае. Вот сколько мы живём, никогда не копалось в его телефонах. Не лазить по карману. Поэтому у меня проблемы, я ему говорю, ты или освободи свои карманы, или несколько раз было, что стирала с деньгами. А вернее, с деньгами, да. Дальше, если вы говорите, да у него хаос, мне хочется там разложить всё по полочкам, послушайте, я это всё уже прошла. Этот хаос удобен ему. Он знает, где что лежит. Если я ему говорила раньше, вот пришёл ключи, повесь сюда, сумочку сюда, туфли сюда, носки вот туда, а это сюда, то он всё равно что-то забывал и ложил не туда, и всё равно превращал всё не так. И, в общем, к чему я пришла? Я пришла к тому, что выделила ему. Вот такой вот. Вот, это, кстати, моя сестрячка когда-то привезла. Вот такой вот, как бы, картонный подносик, в котором были сладости. Года четыре, наверное, назад. И вот года четыре или пять даже лет назад, я вот этот поднос ему дала и сказала, вот тебе поднос, и сюда кидай всё, что тебе нужно. В итоге какой хаос мы видим? Это бы всё валялось по дому непонятному. Это его и документы, это какие-то, я не знаю, коробочки по измерению чего-то, я не знаю, чего. Это и вот у него, мало того, есть специальный ящик с инструментами, но он же что-то всё время вытаскивает оттуда, и потом что-то не кладёт, через время может положит. Вот сюда бросает. Там для руки, для ноги, для ключи, ножички вот эти у него всякие. Очки, фонарики. Ну что там у мужчин есть? Какие-то эти, календарики и прочие всякие штуки. Всякие штуки. Весь этот хлам, он вот здесь. Потом я его раз там в год прошу перебрать, весь этот хлам, и всё, что не нужно, выбросить. Всё. И даже здесь можно видеть пилочку, которой пользуется именно он. Ну, например, всё. Но он знает, что здесь у него всё это лежит. О, даже конфеты здесь есть. Но конфета моя почему-то. Вот и всё. Вот и всё. И вот это вот в этом хаосе, ему нравится, он тут всё находит. Значит, не трогайте его хаос. И не корите его за это. Он знает, где что лежит. Потому что если он не найдёт это на привычном месте, он рассердится. И вот эта лишняя злоба, она будет копиться. И потом оно всё равно вылится. Второе. Значит, первое. Не трогайте его личные вещи. Дайте ему пространство, куда пусть шевыряет, кидает. Поставьте в ведро, поставьте в бак, поставьте всё, что угодно. Тазик. Второе. Это приставать с вопросами. И разговаривать. Вот после рабочего дня. Вот даже разговаривать. Вот не надо. Что вам нужно сделать? Просто пусть он идёт помоется. Моется и ручки помоет. И освежится под душем. Ну, я не знаю, как у вас. У нас жарко часто, поэтому освежится под душем. Дальше ему свежо хорошо будет. И срочно кушать. Срочно. Мужчине нужно время, чтобы прийти в себя. Ему нужно расслабиться. Пусть включает, я не знаю, свой лапчап. И наслаждается в этом своём лапчапе. В ноутбуке или где там у вас. А если с порога вываливать на него кучу информации, даже для вас хорошие, может быть, для вас хорошие, вы напрягаете ему. Вот это слово напряг. А ещё лучше, если муж только пришёл, вы ему тут же дайте ведро мусорное. Пусть он вынесет мусор. Вынес, пришёл. Тут же ему дайте денег, пусть сходит в магазин за хлебом. Так, сходил, пришёл. И тут же собачку даже выкурить надо. Пусть выкурит собаку. И придёт. Вот всё. Вот это идеальный вариант, чтобы он с вами не жил. Идеальный вариант. Подумайте над этим. Поэтому что мы делаем? Мы его встречаем, улыбаемся, молчим. Включаем воду молча. Пусть он вымоет ручки, примет душ. Дальше еда. Еда должна быть вкусная. Сервируйте красиво. Если вас нет, например, меня, да, я работаю, я не могу ему сервировать столы. У меня специальная сумка-холодильник, она же у меня как бы и обогреватель. И в ней у меня так вот, я кладу, как бы вам сказать, слоями, значит, первый слой у меня в упаковке, там первая, потом вторая, хлебушка, салатик, всё упаковано, всё в этом салатик-холодильнике. Всё. Он сам возьмёт. А всё остальное у меня вот в этой вот сумке большой. Он открывает её, там всё тёпленько, котлетки, всё, что нужно, и он кушает. Вот так. И больше ничего. И больше не приставайте. И даже вам делать нечего. Всё равно не приставайте. Займитесь делом. Вы, знаете, не рассчитывайте на интерес, а вот скорее на раздражение. Третье, что не любят мужчины. Это я так вот сделала почти все. Они не любят вот этих сплетен. Не сплетничайте. Не сплетничайте. Ещё раз говорю, не сплетничайте. Во-первых, вы себе собираете горящие угли на голову, потому что осуждая и обсуждая чужих людей, вы сами перекрываете благодать Божья. Это просто. И благодать, перекрывая себе, вы вовлекаете своего мужа. Он начинает прислушиваться. Может быть, даже тоже что-то скажет. Таким образом, вы заставили и его перекрыть благодать. Ещё если вовлечёте детей, то и детям. Поэтому зла словить по Библии нельзя. Сплетничать нельзя. Выкиньте лишние мысли из головы. Опять-таки займитесь каким-то интересным делом. Вы знаете, мужчинам чаще всего сплетни попросту неинтересны. Ваши. Досужая вот эта вот болтовня, она вызывает эффект как бы для мужчины, я бы сказала, зудение комара. Ну или жужжание мухи. Вот если вы не хотите быть назойливой мухой, то ничего не говорите. Четвёртое. Вот не любят мужчины, когда им говорят намёками. Есть такие женщины намёками. Мужчины их не понимают. Так же, как не понимают, потом обидно то, что они не поняли. У меня есть такие знакомые. Постоянно у них какие-то намёки. Потом это я говорю этой девушке. А ты не пробовала напрямую сказать. И у них постоянно из-за этого проблемы, из-за этого скандала. Вы понимаете, мужчины, они так созданы. Вот они ценят, когда конкретно озвученные цели и желания. Вот конкретно. Что вам нужно. Дальше. Пятое. Это плакать без причины. Я не плачу никогда перед мужем. Это вообще, я считаю, перед детьми, когда плачут, и перед мужьями своими плачут. Это я не знаю, чтобы я заплакала, это должна быть такая причина. Например, смерть, уход из жизни близкого человека, уход из земной жизни. Например. Вот. И то я стараюсь удалиться, чтобы меня не видели. И не слышали. И в моих слез. Пусть видят меня все равно улыбающиеся. Потом. Ну, плачу я. Не могу плакать я на людях. Не могу. Плакать без причины вообще не могу. Понимаете? Вы скажете, а у меня есть причина. Я вот там, мне не купили то, мне не сделали это. И опять не получилось вот с этим. Это не причина, чтобы плакать. Это не причина, чтобы плакать. Не дай Господь вам иметь причину, чтобы плакать. Ведь напротив вас стоит дом. И он не рухнул от землетрясения. Так. Значит, у вас нет причины, чтобы плакать. Все нормально. Выгляните в окно. Посмотрите. Посмотрите на эту прелесть. Вот бабушка катает внука. Вон голуби гуляют. Изумительная осень. Просто изумительная. Соберитесь погулять. А в это время ваш муж просто отдохнет. Он просто отдохнет. Дальше. Значит, плакать без причины мы не будем. Потому что, когда женщина начинает плакать, особенно без причин, ну, чтобы подчеркнуть драматизм, вот я как бы сказала, какой-нибудь ситуации. Мужчины, они теряются и не знают, как себя вести. Если для слез есть причина, обозначьте ее прямо. Скорее всего, вам удастся вместе найти какое-то решение. Вот как бы так. И шестое правило, которое я хочу вам озвучить, это спрашивать о своей внешности. Такая глупость. Слушайте, но если вы его жена, зачем спрашиваете, а я красивая, а вот это вот я красивая, а мне это... Слушайте, вот это такая глупость, спрашивать о своей внешности. Посмотритесь в зеркало, улыбнитесь себе туда-сюда, он сам подойдет, вас обнимет, скажет, какая она красивая, понимаете? Такие вопросы, они ставят мужчину в тупик. А я красивая. Он просто в тупике. А я красивая. Это он в тупике, он не знает, что ответить. Он на ком женился вообще? Да я самая красивая. Я же дочь царя царей. Ничего себе! Нашел себе красавец. Понимаете? Вот такая вот вы. А не я красивая. Да вы самая красивая. Красивые бывают разные. Красивые бывают худенькие. Красивые бывают полненькие. Красивые бывают в теле. Красивые бывают спортивного телосложения. Красивые бывают изящно тонкие. Красивые бывают разные. Маленькие, миленькие. А бывают высокие, статные. Бывают всякие, деликатные. Но не бывают красивые матершинницы, хабалки, грубые грубиянки. Не бывают красивые. Плаксы не бывают красивые. Они бывают припухшие с глазами заплаканными. И вечно ны, нытики. Они не бывают красивые. Они перекрывают себе благодать мощно. С такими долго не живут. Не живут с попрошайками долго. Вот эти вот вопросы, они ставят в тупик мужчину. А я красивая. Вы знаете, вы намекаете ему на то, что он может подумать о вас, что вот, наверное, всё-таки и не совсем, раз вы сами в себе сомневаетесь. Вот так вот. Поэтому тут, дорогие мои, стоит тоже быть предельно конкретной. Спрашивая, спросите просто, какое платье мне пойдёт. Вот, посмотри цвет, какой там. Синий, там, серый, или красный, или какой? Или розовый, или, может быть, вот этот вот серо-бурмалиновый. Какой цвет мне больше пойдёт? И пройдитесь перед ним красиво. Перед своим мужем, а не перед чужими. И посмотрите на его реакцию. И вот, тогда вы сами услышите, что он вам скажет, какая что у меня красивая. Вот поверьте мне, все вот эти вот моменты, они скрасят вашу жизнь. Будьте мудрой женой. Потому что, знаете, что вы дочь царя-царей, Господь Бог любит вас. Не идеализируйте никого, потому что на всё воля Божья. Но и программируйте себя только на самое лучшее. Как программировать? Выпускайте Богу все свои мысли. Просите то, о чём вы хотите. Например, я всегда прошу, чтобы у меня была благословенная семья. Ирина, чтобы мы жили в благословении Господнем. Чтобы Он на нас изливал вдвойне, втройне и ещё в самой большей степени то благословение, которое приготовлено для нас, для моей семьи и для моей интернет-семьи. А интернет-семьи – это все те, кто присоединился. Над вами я молюсь всегда. Чудеса происходят каждый день. У Ирочки, Ирина, я видела чудо, произошло. У других девчонок, которые мне пишут, у Лены и у многих. Но мы к этим чудесам ещё вернёмся. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Я вас всех люблю.